Наши церкви, миссия нашей церкви. Одна из миссий нашей церкви это адаптация. Твоя адаптация. Адаптация иммигрантов. И речь идет в основном о русскоговорящих эмигрантах со всего бывшего Советского Союза. Это Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдова и другие страны, которые в основном говорят на русском языке. Для того, чтобы мягко адаптировались в Болгарии. Начали слушать болгарскую речь. Периодически мы организовываем курсы болгарского языка. Понякога организирам курсы на болгарский язык. Я думаю, что и для болгарской нации очень хорошо, чтобы русская речь здесь звучала в Болгарии. И может быть и на болгарской нации добрее звучит только болгарская речь. Ну что, просто не забыли русский язык. И славянскую дружбу. Я, например, интуитивно чувствую. Это вот мое личное видение. Что бывший в Советский Союз после своего развала Он переживает сейчас очень такие бурные катаклизмы. Но духовное сознание Всех этих наций, проживающих на этой территории Оно постепенно возрастает. То есть люди духовно становятся все более и более зрелыми. И вот эти катаклизмы, они только для стимуляции. И тези катаклизми са нужны за стимулацията. Слово говорит, что любящим Бога И призваны по его соизволению И призваны по негову Изволение Все Скажи все Все содействует ко благу. Вот эти катаклизмы, кризисы, они для христиан это возможности. Новые возможности. Я верю в то, что все вот эти страны не стоят перед великим пробуждением на самом деле. Вы верите в это? Россия, Беларусь Украина и Казахстан Молдавия, Узбекистан и Туркменистан и так далее Стоят на грани великого духовного пробуждения. Те стоят на път да се природят духовно. Слава нашему Богу. Я верю в то, что самое лучшее у нас еще впереди. И вяруем, че всичко хубаво и напред. Другата мисия на нашата церкви Мы сейчас выкупаем здания для того, чтобы в будущем создавать такие ретриты для духовного восстановления служителей чтобы люди могли приехать сюда служители пастыря евангелисти и могли здесь просто отдохнуть и те просто тук да почиват Восстанови свои силы да восстановят своите сили насладиться болгарской природой да се насладят на българската природа морем, горами, лесом морето, планини, гори И вяруем, че това е прекрасна мисия на нашата церкви И еще одно видение нашей церкви и още одно виждание за нашата церкви это создание христианска клиника и клиника это будет в основном направлена на лечение детских заболеваний это детский церебральный паралич детские психические заболевания и детские психические заболевания аутизм и детская эпилепсия и постепенно это здание оно реконструируется и мы сегодня собираем пожертвования и мы благодарны всем тем, кто уже отправили к нам свои пожертвования и вече сме благодарны на хората, които са изпратили своите финанси и сме благодарны на тези хора, които искат да изпратят свои финанси и днеска имам една молба пожалуйста не пишите, что это пожертвование для церкви напишете, че тези пожертвования са за церква дарения потому что этот счет сразу закроют защото тази сметка ще я затворят и такой инцидент уже был кто-то нам прислал пожертвования 30 лева и написал для церкви и банк тут же закрыл нам сметку и банката я затворила нашата сметка напишите просто, что попылвание на сметката можете ли напишите просто захранвание на сметката принос приношение мы будем вам очень благодарны мы понимаем, что мы как церковь здесь мы не можем эту сумму покрыть поэтому будем благодарны каждому пенсионеры присылают нам по 20 30 лева и ще бъдем благодарны на всеки дори пенсионери не спраштат по 20 30 лева слава Богу с Южна Корея недавно прислали 1000 евро и дори от Южна Корея са не спратили 1000 лева присылают из других стран и спраштат от други държави и мы так же очень благодарны, что Вселенская церковь поддерживает нас здесь и сме благодарны, че Вселенската церковь не поддржа тук слава Богу слава на Бога на этом я заканчиваю тем, что я хотел сегодня поделиться и заканчиваю, я хочу сказать о том, что наша церковь несет образовательная программа и като свершил, искам да кажа, че наша церковь носи образовательная программа вчера один человек у меня спросил, задал мне вопрос что вы за церковь такая? каква церковь сте? не будет ли, если я как православный человек приду в вашу церковь что я свою веру предам? а ако аз православный человек дойду на вашу церковь ще предам ли своя вера? я ответил ему что мы с супругой закончили наддинаминационную южнокорейскую семинарию наддинаминационную это очень важно потому что в этой семинаре учились и католики и лютеране баптисты пятидесятники харизмат и адвентисты этими седьмого дня и мы там все вместе очень хорошо оживались и мы научились уважать религию друг друга и вы знаете Иисус Христос учит нас Иисус Христос не учи что только тогда люди скажут что вы мои ученики само тогава Иисус ще каже, че сме Негови ученици когда увидит любов между вами и ответил этому человеку что наша задача дать духовное образование на хората донести Евангелие на очень простом доступном языке да споделим Евангелието на доступен язык за хората я был например в лютеранских церквях и слушал проповед на немецком языке я был в католическая церковь и слушал проповед на латинском языке и конечно я был в православной церкви и слушал проповед на старославянском языке мы уважаем все эти церкви но наша задача чтобы человек мог прийти и услышать Евангелие на простом русском или болгарском языках и даже получить здесь духовное образование периодически мы выдаем сертификаты понякога давали и сертификаты за завершване на библейско училище мы можем отправить человека в духовно семинария у нас сейчас 7 человек учат в Московской духовной академии и даже если мы наберем здесь группу мы можем пригласить преподавателей из Южной Кореи и он преподаст нам духовное образование то есть вот это наша миссия, наше объединение сегодня я хочу пригласить молодого проповедника с проповедью его зовут Павел Ни в этом году он закончил бакалавра защитил степень бакалавра медицины и из-за пандемии пока еще находится здесь в Болгарии и мы решили дать ему возможность сегодня поделиться словом давайте мы поприветствуем спасибо 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 спасибо